В жизни у нас много всего происходит, мы работаем, у нас семья, учеба, и у каждого человека в жизни должно быть чуть-чуть время, ну чуть-чуть совсем, для кульминации, когда ты уже не думаешь ни о семье, ни о детях, ни о жене, ни о себе, ни о чем, вообще ни о ком. Это вот правильный образ жизни означает вот это, потому что если этого нет, значит ты просто здесь зря живешь, жизнь вся предназначена, чтобы в какой-то момент просто начать славить Господа и все забыть, вот стараться, потому что скупость означает, что во время ретрита идет телефонный звонок, это скупость. Все телефоны выключите, пожалуйста, не должно быть никаких звонков, не должно быть. Потому что это значит, что вы не можете отвлечься от своей жизни, вы скупо себя ведете, вы себе посвящаете эту жизнь, отдайте час Богу, вот выключите все, никто, никого и все. Придайтесь Богу, нет никакой связи с этими, вы ушли в отношения с Богом. Что значит вера? Вера означает, я верю, что если я выключу все сейчас и ни с кем не буду взаимодействовать в это время, Бог меня защитит. Мы очень сильно сейчас зависим от этой формулы, которая на самом деле сама себя выдает прямо по названию. Гад же ты. Этот гад портит нам всю жизнь, короче, он не дает от себя оторвать. Мы все прикованы к нему очень сильно. И нужно заставить себя сейчас это сделать, оторваться от всего. А потом не только от гаджетов оторваться, а также нужно еще оторваться от своих мыслей. Вера означает, я славлю тебя, Господи. И для этого у нас будет все. Есть две силы, которые приковывают человека, память человека. Первая – это любовь. И там вот этот хор, который поет, в нем есть любовь. Хорошую музыку подобрать. Когда есть любовь, означает, с чувством люди поют. Чувствуйте чувства. Чувствуйте. Вот в эти чувства надо войти. Не важно, какая у вас сфера, понимаете, и часто люди очень костно мыслят. Вот, допустим, если человек обращается к Богу не на том же языке, что и ты. Он хороший или нет? Ну а чем отличается Аллилуйя от Аль-Хамдулили? Аллилуйя – это древнеарамейский, Аль-Хамдулили – это арабский. Вот и все отличие. Понимаете? То есть надо всем сейчас включиться. Вот идет обращение к Богу, и мы это чувство принимаем. Всем надо принять это. Костности вырвать из своего сердца. Вас никто никуда не переманивает. Я вообще специально не ставлю своей духовной традицией, чтобы вы мне доверяли, что я не христианин. Но это не значит, что я не люблю Христа, не чувствую его, не понимаю. Чувствую, люблю и понимаю. Но я ставлю христианскую музыку для того, чтобы вы поверили, что это можно глубоко почувствовать любого молящегося человека. И надо это сделать. Это называется «молиться с чувством», означает настроение в это общее надо войти. Почувствовать, не бояться почувствовать. А вдруг это не мое, а что там будет, это не мое. Вот если, допустим, вы сели в вагон поезда в купе, и рядом с вами села девушка, красивая очень такая, прямо с таким восхищением смотрит на вас, а вы женатый человек, тогда это точно не мое. Вот ты должен это понять, это не мое. Хоть и хорошее, но не мое. А вот Бог, понимаете, представьте, в вагон села девушка, очень красивая, нарядная, и вы смотрите и просто обалдеваете, что это же и есть ваша жена, просто вы ее не узнали. Вот ваша жена просто неожиданно, она спиной сидела все время, а вы, как лицо, повернулась, она говорит, ну что, хорошо прикололась. Так вот, знаете, что когда люди к Богу обращаются, они все равно обращаются к одному и тому же, потому что это его уже проблема, а не наша. Если к нему обращаются, как бы он ни выглядел, он все равно включится в отношения, потому что вот вопрос мужчины очень важно понять. Бог никогда не подведет того, кто обращается к нему как к Богу единому, как бы он на каком языке ни обратился, он откликнется, потому что он знает, что обращаются к нему. Знают люди его или не знают, это не важно. Понимают или нет, он откликнется. Вот в это надо верить, это и есть вера в Бога, понимаете. По-разному люди будут обращаться. Мы не можем сразу раз несколько молитв, мы включили вот на армейском языке «Отче наш». все должны почувствовать вот это вот чувство. Чувство, он человек поёт, значит, он чувствует Бога. И надо у него учиться. Вот этот человек, который поёт, чувствует, надо учиться чувствовать Бога. Всё, вот мы этим занимаемся. Это первое. Второе — сила. Две вещи, которые привлекают память. Вот у меня есть память о себе, о своей жизни. Эта память должна быть перенаправлена на Бога сейчас. И сила — это уже всё остальное, что мы делаем. Мы в неподвижное положение тела делаем, комбинацию пальцев рук делаем. Громкий звук, очень медленный звук, долго тянем. Долго тянем. Это всё для силы. Сила означает концентрация внимания. Мы застываем на молитве. А чувство означает понять. Вот понять, что это моё, это про моего Бога поют. Просто на другом языке. Потому что Бог один. Они все про одного и того же Бога поют. Он никого не обманет. Бог не... Дурильник здесь не включает, понимаете? Поэтому всего две вещи делаем. Но до этого ещё надо кое-что понять. Первое. Я со всем согласен. Очень печальная новость. То, что происходит на Земле сейчас. Это печальная новость. Потому что гибнут люди, разжигаются конфликты, как светлячки ночью. Ты когда ночью... Видишь? Садится свет. Газ 11 лечёт, появился. Ну, а второй. Третий. Вот так сейчас на Земле разные очаги крови и насилия возникают. Это печальная новость. Но я принимаю свою Землю. Такой, какая она есть. Свою судьбу принимаю. Первое — это принятие. Примите свою жизнь. Не надо не убежать, не любить её. Примите её. А дальше благодарность следующая. Вот а любовь — это благодарность. Это спасибо, благодарю. А за то, что не спасибо — прости. Я во всём виноват. А? Я во всём виноват. Сладко. Это вина, что я виноват — это процесс познания. Сначала принятие просто, потом благодарность, а потом знание. Когда приходит, ты чувствуешь, что ты вот, наверное, из-за этого вот это получил, из-за этого. Это называется я виноват. Не то, что я вхожу в такое настроение, что тут я во всём виноват. Там поубивали кого-то — я виноват. И это тоже я виноват. Нет. Я виноват только в том, что я виноват. Но благодарность — это основа, а не вина. А иногда ты получаешь знание, что виноват и соглашаешься. Но основа — это не благодарность. Не надо себя загонять в состояние «Грешная я грешная», «Грешная я грешная», «Грешная я грешная». Мы славим Бога. Мы не о себе думаем. Потому что есть о себе со знаком «плюс», означает «я хороший», означает «все плохие вокруг». Это причитание называют. Второй вариант — думать о себе со знаком «минус», означает «да я плохой, я виноват, я там виноват». Хватит думать о себе славить Бога. Всего час-пять минут. Не так много. Славим Бога, всё, нет меня. Спасибо или прости. И если вдруг что-то в голову ценное другое влезло, вплоть до того, что вы почувствовали себя душой вечной, благодать в зале почувствовали, почувствовали, как поднимают над креслом, вы взлетаете, почувствовали ангелов вокруг Божьих, всё равно от этого отвлечься и славить Бога. Потому что если вы будете о другом думать, молитва закончится. Молитва означает, что вы не наслаждаетесь видениями тут сидите. И сидите такие «Вижу, вижу алые грозди рябинь, вижу, вижу дом её номер один, вижу, вижу сад со скамьёй у ворона». Всё, не надо ничего видеть. Все эти видения – это хорошо, запомните, что ангелы были. Но продолжайте славить Бога, потому что из-за того, что вы его славили, ангели пришли, а не для того, чтобы вы тут это… Ангелы пришли посмотреть, как вы славите Бога. Вы перестали славить и начали на них пялиться. Нормальная вообще ситуация? Допустим, вы пришли на концерт, вам там поют там «Светких Соколовый день рождения» и раз на вяз. Вы на него, а он на вас. Потому что президент страны пришёл на концерт. И он смотрит, это правда или нет. Он пришёл послушать твою песню, ему нравится. Ты пой тогда знаешь, чего ты пялишься. Представляете, если ангелы пришли, это же не президент страны, это же круче. И люди теряются иногда, начинают пялиться. Они пришли послушать, как ты молишься. Вот и молись. Понятно? Конечно, тяжело будет в этот момент. Но если вы заслуживаете такого, что какие-то видения пойдут, то знайте это для того, чтобы на вас посмотреть, а не для того, чтобы вы на вас посмотрели. Понимаете, да? Ваша задача славить Господа, продолжать. Не отвлекаться ни на что другое. Вот это важно, понятно. Никаких вопросов. Слушаем. Слушаем. Да. Слушаем, моя хорошая. Настройка идёт. Слушаем, моя хорошая. Слушаем, моя хорошая. Настройка идёт. Есть запрос на деньги. Хочу жить одно. Слушаем. Я понимаю, вы женщина, у вас сильное желание внутри. Я понимаю, это нормально. Для женщины нормально иметь сильное желание. Олег Геннадьевич даёт настройки. Нет. А у меня есть запрос на деньги, Олег Геннадьевич. Да. Отлично. Нет, просто я работала… Просто я однозначно точно вас понимаю, не надо мне ничего объяснять, у нас сейчас идёт настройка на молитву. И однозначно точно я вам об этом скажу, как сделать так, чтобы ваш запрос был решён. Понятно? Я вот сейчас об этом скажу. Угу. Но если вы не сделаете то, что я вам сейчас говорю, то Бог не сделает то, что вы хотите. Договорились. Договорились, идём дальше. Всё, тогда давайте микрофончик отдавайте. Нет. У нас сейчас идёт настройка на молитву. Нет никаких вопросов. Всё, вопросов не будет. Люди ждут настройки. Микрофончик отдаём. Значит, ваши условия по отношению к Богу вы будете ставить дома. А здесь вы будете выполнять его условия. Это не значит, что ничего вашего не будет. Это значит, что это единственный здесь вариант, как получить то, что вы хотите. Потому что до этого вы всегда ставили условия. И вы всё равно не получили. Значит, это не вариант. Теперь вариант другой. Надо выполнить сначала. Перед тем, как молиться, можно сказать, «Хочу деньги». И молиться отдельно. Не стесняйтесь. Можете сказать всё, что вы хотите. Только имейте в виду, что если вы хотите не то, что надо, Бог вам не даст. А если Он вам всё-таки даст, это значит проклятие, а не благословение. Это значит, что вы слишком много просили и требовали. Потому что иногда, когда человеку Бог даёт деньги, человек попадает в ад потом, потому что он эти деньги не может правильно использовать. как маленький ребёнок хочет пистолет боевой, понимаете? И если ему всё-таки дали этот пистолет, значит, это проклятие. Понятно? Но слово «хочу» не всегда правильное. И Бог сам решит, дать вам это или нет. Но чтобы вы получили это, вы должны сейчас слушать настройку и ни на что не отвлекаться. Итак, надо забыть про свои желания, иначе они не сбудутся. Потому что «я хочу» означает «я действующий». «Я уже действовал здесь, сколько, 23 года почти, да?» «Я уже тут действовал». И что? Я надействовал. Ничего не получается. Значит, тогда надо дать возможность Богу подействовать, а Он действует только когда я перестаю. Я Его славлю, обо всём забыла, в это время Он во нём сердце может начать действовать. Но если я упрямлюсь, сохраняя своё желание, не думаю о нём, а думаю о себе, значит, тогда Он туда не зайдёт. Так? Мы настраиваемся на служение. Служение – это всегда скромно. Сейчас слуги пытаются из себя делать очень крутой вид. Иногда даже круче, чем господа. Представьте, допустим, в ресторан пришли люди покушать, и официант так разоделся, и так себя ведёт, что как будто он не служит, а ему служат. Меняется местами. И людям неприятно. Они пришли покушать, и Он перед ними что-то выпендривается и говорит, это нельзя у нас заказывать. Ну ты скажи, что у нас просто нет такого блюда, и всё. Чего ты выпендриваешься? Люди покушать пришли, и ты им служишь. Вот если мы пришли сюда, в этот зал, мы слуги, мы служим Богу. Означает скромность. То есть мы славим Его скромно, славим радостно, сильно. Мы можем сильно очень быть, но не надо перед Богом ничего не себе корчить. То есть сильно, радостно славим, слушаем, я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Хочу жить для тебя, предаюсь тебе, будет воля твоя. Умейте починить себя. Вот допустим, в знаке, ты меня услышишь когда-нибудь или нет? Она уже орёт, она уже не может. И вы раз, вот так вот. Ну обычно ответ, ты сама сможешь услышать. Обычно ответ такой. Но вы поступаете необычно, это называется предание. И вы неожиданно так говорите. Я понял. Я буду тебя слушать, говорит. Она успокаивается, говорит. Не надо, что ты со мной как с человеком разговаривай, а не лезь ко мне. Ты меня не видишь, ты хочешь только наслаждаться мной. Он говорит, а как с человеком? Послушай меня. У меня есть своя жизнь. Я тебе буду рассказывать, а ты слушай. Он говорит, ну ладно. И так начинаются отношения с этим миром. Вот точно так же и здесь. Мы славим Господа и забываем про себя. Предание означает, что я перестаю ставить условия. Я просто соглашаюсь со всем, что происходит. И спасибо. Согласен и спасибо. Вот эти две вещи надо достичь сначала, что дальше что-то пошло. Потом уже будет молитва, погружение в молитвы. Но если этого не произошло, ничего не будет. Очень важно понимать, что есть условия, которые помогают в сильном молитве. Сильно, сильно, сильно помогают. Очень сильно. Это неподвижное положение тела. И это целая песня, которую мы изучаем здесь, стараемся. Сейчас у нас два молодых человека выйдут на сцену. Они уже знают, что они лыгают. Второй, наверное, просто не пришёл. А, нет, пришёл. Он задул просто, что он должен лыгать. Лыгает с этого края? Ну, он с того, а высоту. Первое положение тела только для тех, кто до этого уже это делал. Называется стоять возле стеночки. Это положение тела опасное тем, что оно может сильно перегрузить, и человек может упасть лицом вперёд. И фейс себе повредить, или ещё хуже, чего может быть. Поэтому, если вы стояли до этого, пробовали, значит, пробуйте сейчас. Если нет, или вы сильно больны, допустим, там, простуда, ещё что-то, значит, тогда вы этого не делаете. Ноги отодвинуты от стенки. Зачем? Потому что, если вам станет плохо, неожиданно, а стоя такое бывает, то вас, вы просто, ну, вас просто спустят вниз. Давайте, вас спускают вниз. Да, вас спустило вниз, или как-то вы там на бочок упали. А так будете падать вот так только, и всё. Когда человек стоит, всегда вперёд падает. Потому что назад падать – это смерть. Поэтому человек интуитивно падает вперёд. Вот. Когда… Ну, вставайте теперь. Когда вы чувствуете, что вам тяжело стоять, дальше терпеть не надо. Вот прям чувствовать уже невозможно. Как это определить? Что вы не можете концентрироваться на молитве, а уже тело на себя уже обращает внимание. Тяжесть во всем теле, жар, или головокружение, слабость. Это значит, что блок пришёл какой-то, вы его не можете пробить. Тогда вы присаживайтесь просто на 10-15-20 секунд. Вот так присели чуть-чуть. Чик. Так присели. 10 секунд, 20 прошло – опять встали. Всё. Это значит, что скеза не прерывается. Вы можете дальше продолжать. Положение тела не меняет. Если вы поменяли, всё заново начинается. Это проигрыш. Можно чуть-чуть прерывать, и опять заново в это положение тела. Но менять не надо. 65 минут в одном положении тела. Запомните, вот как стоит, как встали, так будет стоять потом. Все 65 минут. Следующее положение тела – это уже надо делать на полу, скорее всего. Я не знаю, кто-то может на стуле сможет. Это стоя на коленях. Вот. Стоя на коленях, вот такое положение тела. Если тяжело стало, уже невыносимо, можете покошачьей встать, вот так вперёд нагнуться, вот так раз, на ручки облокотиться, 20 секунд, и потом опять назад. Каждое положение имеет значение. Вот, допустим, у нас есть две фазы в молитве. Да, первая фаза – это принятие судьбы. Вот. А вторая фаза – это благословение. И вот принятие судьбы легче всего делать стоя. Вот не можете принять судьбу, и у вас хватает здоровья, можете стоять. А потом дальше, когда вы уже включаетесь в молитвенное правило, и это ещё более глубокое принятие. Это тоже принятие, но первое принятие называется терпение, вытерпеть судьбу, это стоит. А второе – это принятие, это уже углубление, уже сама молитва прославления Бога. Тогда на коленях. На коленях, видите, это смирение, уже на коленях ты не можешь быть несмиренным. На коленях означает уже смирение. Да? Вот. Следующее положение тела – это мы скорее опускаемся вниз. поза алмаза называется. Можно боком сесть, чтобы видно было, как там ноги устроены. Есть два варианта. Облегчённая поза алмаза – это когда стоп под себя подгибает. А есть более сложная – это когда носочки вытягиваете. И носочки вытягиваете, как балерина. Вот так, да. Более сложная. Если в позе алмаза перегружается, затекло тяжело, стало уже невыносимо, чувствуешь, думать о молитве не можешь, тогда покошачить чуть-чуть вперёд. Вот так вот. 20 секунд только, больше не надо. Даже если не отдохнули за 20 секунд, всё равно только 20 секунд. И опять назад. Вот. 65 минут не меняем положение тела. Следующее положение тела – поза бабочки. Это положение тела выбирать надо тем, кто никогда статику не делал и тяжело, когда вот это положение самое более-менее, оно не перегружает. Самое более-менее не перегружает что-то. Поза бабочки. Если поза алмаза предназначена для того, чтобы очень сильно выдавливать судьбу из своей жизни, не давать ей себя захватить, это самое сильное положение тела и самое тяжёлое, его можно делать только опытным людям. То поза бабочки, наоборот, самая лёгкая, и оно гармонию с жизнью. Есть война – это поза алмаза, а есть переговоры – это поза бабочки. Переговоры – это лучше, это мягче. Это уже как бы можно что-то решить как-то. Вот. Поза алмаза означает доброта, спокойствие и общение. Вот такие вот поза бабочки. Следующее лёгкое тоже положение тела – это полулотос. Вообще лотос и полулотос – это для повышения концентрации внимания, когда ты хочешь только думать о молитве и не отвлекаться. Это вот это положение тела. Одна нога сверху, другая снизу. А две ноги вот так переплетаются – это только для продвинутых, у кого есть уже опыт. Это опасно делать на 65 минут человека, который никогда этого не делал. Это очень сильная энергетика идёт в теле, и вы не выдержите. Но когда одна нога сверху, одну теперь оставляйте, то есть два варианта здесь всего. Первый вариант – вы хотите преодолеть трудности в жизни, тогда правая нога сверху. И вы хотите любви, если тогда левая нога сверху. Два варианта бывают – или победа, или любовь – одно из двух. Вот. И есть ещё положение тела, которое может быть худым девушкам, можно даже в комфортной обстановочке, в такой, прямо на вашем стульчике сделать, где вы сидите. Это называется скрученная поза, облегчённая. То есть одна нога вот так вот. Можете на стульчике сделать? Попробуйте сесть вот так вот. Девушки худенькие, молодые. Попробуйте. Под себя одну ногу подогнули, а вторую… Давайте попробуйте. Вот под себя одну, а вторую сбоку. Видите, можно, да, на стуле спокойно? И спина ещё к спиночке, так удобненько, классно? Ну вот, можете так вот. Ну, бывают очень большие дяди и очень толстые тёки. Тогда на стульчике, скорее всего, может иметь не поместись. Вот. Теперь… Вот так, ну, мало вероятно, что кто-то на стуле так сможет делать. Ну, покажем, да. Можно так, но это уже более такой продвинутый вариант. Индусский такой, русский так не сидят. Ладно. Дальше следующее положение тела – это… Положение тела, положение тела… А, следующее положение тела – это когда вы больны, и старые уже, и чувствуете статические упражнения, не сделаете, тогда вы просто сидите на стуле со свешенными ногами, или вы первый раз пришли вообще, вы сидите на стуле со свешенными ногами, и знайте, что у вас, если вы не больны, а просто на стуле сидите, то у вас эффективность будет где-то на 15-20% максимум. Если вы не делаете статические упражнения, то вы не получите того эффекта, который получат все остальные. Не, вопросы нельзя, только слушаем. Вот. Но если вы больны, и вы не можете, тогда вы будете получать тот же эффект, потому что вам даже сидеть на стуле тяжело, и это означает аскез для вас. Все. Мои хорошие, ну вы слушайте меня, не надо сейчас бегать куда-то, не отвлекайтесь. Не создавайте хаос. А? Ну спросите. Вы-ка спрашиваете, не надо ничего рассказывать. Да, хороший вопрос. Спасибо. Садитесь. Надо выбирать ту позу, которая легче всего делать. Вот здесь, на ретрите, вам будет трудно по-любому, потому что очень сильная энергия. Когда много людей объединяется, энергетика становится сильнее. В дверях, в проходе я запрещаю стоять. Вот в проходе, когда вы вот так стоите, то я запрещаю, потому что вы мешает двигаться воздух. В проходе нельзя стоять, можно рядом, но в самом проходе нельзя. Значит, выбирайте то положение тела, которое вам делать легче всего. Поверьте мне, это принесет вам успех. Здесь энергетика будет в 5-6-10 раз сильнее двигаться у вас внутри, и даже то положение тела, которое вам легко делать, делать здесь будет трудно. А если вы возьмете самое трудное, тогда вы точно не сделаете на 100%. А можно тогда вдобавочку еще раз спросить, потому что я подавчера упала прямо на крестец, и у меня вообще без вариантов. А вот споза, стоя на коленях, для меня это самое максимально сложное, то есть я вообще не понимаю... Не надо, зачем тогда не надо стоять? Можете стоя, крестец стоя не напряжен, стоя может стоять. А, а это вот именно под, стоя на коленях, это вот вы объясняли, а это связано с чем? Почему она мне вообще никак не дает? Это какие-то у меня трудности? Потому что у вас такая особенность организма. Все, отдавайте микрофон. Отвлекайтесь от себя, мои хорошие. У нас ретрит все, мы забыли про себя, думаем обоих. Вы когда оставлять тело будете, вы будете говорить, а мне так некомфортно. А я еще дом не достроил. А я хотел ребенка родить. А я еще не получил визу. Я хотел вообще в другой стране жить. Не имеет значения. Вот сейчас вот эта ситуация, в которой вы сейчас находитесь, она предназначена для того, чтобы научиться принимать непреодолимую судьбу. Все, забудьте про то, что у вас сейчас. А у меня то, а у меня все, все. Только думаем о Боге, славе Его и все. Понятно? Нет вариантов никаких. Думайте там, а у меня, а у меня, а у меня. Все. Что нам поможет? Вот большой палец это я. Если вы хотите с мыслями совладать, большой палец это я, указательный, это энергия воли через него идут. Если вы хотите, чтобы было сильнее все, тогда вот так вот. Такая комбинация, вот так. Средний палец это мое здоровье, мою способность выдержать. Если чувствуете, не выдержите, тогда вот так. И вы выдержите. Вот я так буду делать, потому что у вас много, я один, и у вас всех надо выдержать. И поэтому вот так. Если вы чувствуете неуверенность, первый раз пришли, вообще не знают, что такое здесь вообще даже, то тогда большое с безымянным вот так вот. и вам поможет это сильно. Если вы чувствуете, что вы произносите плохо, произносите там, то вас скрипит, то хрипит, то кашляете, то забываете про все, тогда большое с мизинцем. Можно волю с работоспособностью соединять вместе. Можно уверенность с памятью соединять вместе. Вот так. Вот так вот не надо делать. Даже если у вас стопроцентные еврейские крови, все равно нельзя так, энергия не будет выходить. Такой мудрый нет. Даже если вы самый новый русский на свете, то вот так тоже не надо делать, потому что такой мудрый нет. И вот такой нет. Но если вы всех задолбали и прямо уже всех прямо, все от вас уже устали, тогда вот есть такая мудрая. Можете вот так все время сидеть. Вот так вот. Это означает смирение. На обоих руках одинаковые комбинации. Треть не надо. Типа вот здесь так, а здесь так. Больше. Нет, все одинаково должно быть. Все, с руками разобрались. Теперь, если кто-то рядом с вами, повторяю, не так, как вам нравится. То надо вырабатывать смирение. Вам надо принять этого человека. Он как может, так и повторяет, понимаете? У него такая же тяжелая жизнь, как и у вас. Ему так же плохо, и он, вот как может, он к Богу обращает. Вот так может, все. У него вот так. Понятно? Вот это его уровень развития. Все. Ничего страшного. Если бы был ваш ребенок вот такой, вы бы ему сказали, да мой хороший, ты молодец. Давай, 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 давай. Молодец, давай, повторяй. Вот. Вы его любите, и поэтому он, как бы не повторял, все равно хорошо. Если не будет смирения, все будет кончено. Если вы чувствуете, что в сердце тяжесть появилась вам, вы светите фонарик, и мне в глаза, и у меня слип. Вот. Если такое в сердце, и тяжесть вот возникло во время повторения, неожиданно, это значит, пришла тяжелая судьба, она показалась, вам отметилась, и не надо бояться ее. Она как приходит, говорит, да ничего это не выйдет. Первый, она пугает сразу такой. Не бойтесь, продолжайте. Теперь звук. Это очень важно. Звук. А если легкость, сердце возникло, все, это значит, просто блок прошел, потом может опять тяжесть возникнуть, не волнуйтесь. То есть, ничего страшного, в легкости нет. Судьба таким вагончиком идет. То тяжесть, то легкость вот так она меняется. Теперь звук. Мы как дома привыкли там. Али-лай-лай-лай-лай-лай. Вот. Мы стараемся быстрее, потому что некогда надо быстрее на работу бежать. Но здесь нам не надо никуда спешить. Вот количество раз повторить не надо нисколько. Мы должны повторять очень глубоко, и мы будем все хором повторять. Поднимите руку, кто пришёл сюда вообще не повторять и помолчать, помедитировать, послушать, как все повторяют. Есть такие? Вот вам придётся повторять или уйти. Потому что здесь молчать нельзя, запрещено. Вы будете мешать, создавать другую атмосферу. Только слух. Можете шепотом, бывает у женщин или у мужчин сил не хватает, они нет сил. Можете, как можете. Но когда силы появились, опять выкоррекаете. Если вы не повторяете вслух, то это совсем другое действие. У вас не включается разум, у вас включается ум. Это называется медитация. У нас здесь не медитация. У нас процесс побед над судьбой. Действие. Если вы хотите понять разницу, тогда вот, когда домой придёте, голодные, можете сесть перед тарелочкой и медитировать на ваши вечерние фрукты или овощи. Вот сидите и медитируйте, попробуйте наесться. Видите, вы кушаете реально, да? А молитву читайте в медитации. Так вот, здесь надо реальную молитву читать, а не в медитацию. Чтобы Бог наелся по-настоящему. Он может наесться только вашим звуком, он не будет есть ваши мысли. Действие должно быть. Звук — это действие. Допустим, мужчина подошёл к женщине такой. Она говорит, что ты хочешь сказать, я медитирую на это. Она говорит, что медитировать будешь дома. Если хочешь, скажи. Не хочешь — пойдём по домам. Потому что от него нужно действие. Я тебя люблю. Надо произнести вслуг. Потому что в уме это не считается действием. Это просто мои мысли. А вот если ты сказал, значит, начались твои отношения с Богом. Всё, произнеси, не бойся. Здесь нужны только действия, никаких мыслей. Всё. Вот. Как правильно произносить? Звук должен быть от сердца. Глубокий. Глубокий звук — это звук тяжёлый. Он реально неудобно так произносить. Вот, допустим, если вы подходите к девушке и говорите, я тебя люблю. То удобно так говорить? Удобно. Она поверит? Нет. Или, допустим, вы говорите, я тебя люблю. Удобно? Я тебя люблю. Удобно? Удобно. Удобно. Поверит? Нет. А если ты её вспоминаешь, вот о ней думаешь. Мы сейчас буду вспоминать свой наставник. «Я тебя люблю». Удобно так говорить? Нет. Неудобно. Но надо. Именно так. Поэтому, аллилуйя, мы повторяем именно так. Спануть — это называется звук памяти. Он неудобный, он тяжёлый, он от сердца идёт. Но его именно надо признасят. Я сливаюсь с теми, кто молится. Я сливаюсь с теми, кто молится. Я сливаюсь с хором, сливаюсь с настроением. И произношу всем сердцем. У меня вот такое сердце, как вы сейчас слушали. Всем сердцем я произношу. От всего сердца произношу. Кого как может быть? Вот такое сердце. Ну, какое есть, такое есть. Всем сердцем человек произношу. Если вы чувствуете, что я долго тяну, значит, тогда вы можете на аллилу один вдох. И на я второй вдох. Потом, когда мы все вместе выдохнули, вы тоже выдохнули. И потом опять на аллилу один вдох, на я второй вдох. Вам будет комфортнее. А если аллилу, я долго... Здесь как бы не надо корчиться, надо просто произносить молитву. Когда мы настраиваемся, то настраивайтесь прежде всего на хор. Потому что все будут в этом настроении находиться. Прежде всего на хор. Если вы чувствуете, что у вас ничего не получается, слушайте мой звук. Мой звук нужен для того, чтобы вам помочь, чтобы у вас получалось, чтобы у вас появились силы, концентрация, возможности. А если вы сильно вдохновлены, тогда слушайте хор. А я просто синхронизирую. Пожалуйста, не повторяйте раньше меня. Вот мы закончили, в это время мы чуть-чуть отдохнули, потом вдохнули, на это все нужно время. И кто-то раньше меня начинает, аллилу, значит, он дирижер. Людям никому не понравится. У вас, конечно, лучше, чем у меня получится однозначно. Но люди не понравятся. Они пришли со мной это делать. Поэтому я первый начинаю, все остальные продолжают. Хорошо? Вот так вот. Пожалуйста, будьте скромными. Я просто дирижер. Ничего не сделаю. Следующее правило. Если вы чувствуете, что у вас кашель пошел, то две причины может быть. Первая причина. Слишком громко вы повторяете. Сбавьте звук. И вторая причина. Вы повторяете не от сердца, а от горла. Когда человек от горла повторяет, у него сразу связки напрягаются. Надо из глубины повторять. Алилу. Только Алилу. Алилу. Это уже от горла. Алилу. Алилу. Это вообще от головы. Алилу. Это от головы, от горла. Алилу. От сердца звук легкий, такой ненавязчивый. И он будет потише, а горло громче. От сердца тише сначала, а потом постепенно громче и громче становится. Алилу. Не напрягаются голосовые связки. Вот изнутри идет. Алилу. И с памятью. С памятью. Не от себя, потому что бывает такой звук. Алилу. Я. Это про себя человек, понимаете? Алилу. 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 Слушаю. Слушаю. Впитываю в себя Бога. Алилу. Впитываю в себя. Я благодарность отдаю. Спасибо. Вот спасибо Господи на втором части. На втором слоге. Это просто два слога. Первый слог впитываем, второй отдаем. Все. Иначе нечего будет. Если первые не впитываем, нечего будет отдавать. Сначала Алилу. Наскраемся на тех, кто молится. На весь зал. Тоже хор. Зал. Звучит же. Тоже берите все, все, что есть. Впитывайте силы все в себя. Потом. Спасибо. Со всей силы отдаете. Благодарите. За что спасибо пока не знаю. Все равно спасибо. Олег Инатьевич сказал. Спасибо. Потом поймете по дороге. За что. А если мне не надо, что я благодарить. Все равно спасибо. Иначе ничего не получится. Что ты ругалась уже до этого всю неделю. Теперь спасибо попробуй. Все, мои хорошие. Теперь по местам. Господи, приди ко мне. отчаяния. Отчаяние такое, да? Да. Да, это нормально. Звук отчаяния. Не получалось. Ну все хорошо. Это и ваша индивидуальная настройка. Иногда, да, человек в отчаянии. Находится он. Олег Инатьевич, помоги. Хор, помоги. Люди, помогите. Иногда такое состояние бывает, да. Такое может быть, да. Так, онлайн все здравствуйте там. Всех рад видеть. Все рассаживаемся тоже. Все молодцы. Там онлайн хочу вам сказать, что если вы там свою маниплу какую-то повторяете, это значит, все должны то же самое делать. Если вы повторяете одно, другое, другое, то это будет диссонанс. Надо договариваться со всеми. Если там что-то свое повторяете, а людей вокруг, то, может быть, вы мешать будете. Поэтому решите все вместе, что вы будете делать. Лучше пора молилуи повторять со всеми. Так, еще вопрос по молитве есть? А? Да. А вы отвлекаетесь от него. Это энергетические потоки. Тепло в груди или там тепло в ногах начинается, или в голове там. Все это надо от этого отвлекаться и славить Господа. Не обращать внимания ни на что. Иначе все, молитва заканчивается. Тело на себя сильно отвлекает. Надо не поддаваться. Да, Ваш? Отлично. Молодец. Читайте, как вам нравится. Нормально. Бог разрешает читать любые молитвы для него. Главное, чтобы к нему обращались к единому Богу. Но сейчас не время. Сейчас можно. Потом, после лекции. Как защититься от критики человека духовного, которого ты уважаешься? Критика неизбежна. В этом мире люди не понимают друг друга. Поэтому иногда духовных людей будут критиковать. Старших может критиковать. Я слышу, а как мне отвечать? Никак не обращать внимания. Старший – это тот, в кого ты веришь. И твоя вера будет испытываться. Я его не защищаю в глазах тех, кто нападает. Бесполезно. Это бесполезно. Когда старший критикует, это значит, что ты уже в проблемах. Игнорирует. 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 Продолжение следует...